Бар любителей комедии. Бар любителей комедии Данте как многослойное заведение 14 декабря 2018 года, 9 часов 31 минуты перенос новозеландской кухни в Москву русским ганцам, количество выпитого в заведении на Кузнецком мосту на чемпионате мира и число слоев предшественников, снятых до обнажения стен литературного общества имени Данте Алигьери. О пережитом создатели бара и ресторана. Данте. Симпатичную площадку на Кузнецком мосту основали Алексей Филатов и Александр Ефремов, тренировавшиеся на ресторанах за пределами Третьего транспортного кольца, а затем выстрелившие в центре своим самым заметным проектом. Саксон Пирол. На Патриарших прудах, где Александр и сейчас служит управляющим. Оттуда на новую локацию были импортированы как технологии, вроде разливающихся из крана коктейлей «Онтеп», так и персонал вроде шеф-бармина Оксаны Житковой. Однако нью-йоркской кухне тут предпочли новозеландскую, уроженец Ганны шеф Игнат Куликов 10 лет пахал в лучших островных заведениях, чтобы перенести ее в Данте. Впрочем, у него все равно получились твисты, как выражается Филатов, на итальянскую и французскую классику. Данте расположился в доходном доме генерал-майорша Марии Сокол в модерновом особняке 1904 года постройки. Современники эту домину, спроектированную архитектором Иваном Машковым, не любили. В журнале «Искусство» 1905 года ругали майоликовые панно у крыши с изображением буревестника и прочие элементы декора словами «Как все это жалко и мишурно». В особняке квартировало фотоателье Шорер, на Бгольце и к итальянское издательство с публичной читальней Данте Олигьери. «Мы посчитали, что это судьба», — говорит Ефремов. Так изобретатель комедии Данте пошел в повторный вывесочный оборот на этот раз как харчевня. Интерьер был первичным, — говорит Филатов, который с компаньоном ставил архитектору Евгении Ужеговой задачу соединить тропики с камнем, попутно решив добавить в каменные джунгли еще и железо. Отбитый кирпич разбавляли медными самоделками, перевернутый наперсток бар, люстры-раструбы, водяные экраны. Примечательно, что до стены итальянского издательства пришлось продираться сквозь культурные слои предшественников, вроде пиццерии и кальян-бара. Обнаружился добрый десяток слоев гипсокартона, каждый из которых накладывался очередным арендатором. С особенным упоением Ефремов поминает линолеум, под которым обнаружился паркет, а уже под ним нетронутая серая плитка. Ну хорошо, плитка положили паркет окей-дерево. Но дешевый линолеум-то зачем? Недоумевает он. От последнего квартиранта, ювелирного салона Данто достался двухметровый забетонированный сейф, пустой, не пригодился, демонтировали неделю. А также бронированные двери, чугунная винтовая лестница, пригодились. 36 миллионов рублей было вложено в строительство площадки. Это немного, признаются владельцы Данто, говоря, что изначальная смета выросла примерно на 20%. Раньше было проще угадывать. Все оборудование для кухни иностранное и подорожало. Из-за выросших курсов ресторан стало открыть дороже примерно на треть, говорит Ефремов. Самым дорогим предметом стала канадская гирлянда люстр, сделанных из медных шаров, окунутых в толстый слой стекла. Вложенную сумму хозяева Данто осторожно рассчитывают вернуть за три года, поминая падение посещаемости и уменьшение среднего чека в связи с кризисом. Все проседает. Однозначно люди стали меньше ходить в рестораны, сетует Ефремов. И даже в пятницу и субботу место может быть битком, а выручка на 20% меньше, чем в те же дни в предыдущие годы. 99% посетителей, по словам совладельцев площадки, восхищаются ее интерьером. Что касается кухни, то мнения разделяются, рассказывает Ефремов. Большинству нравится, но из-за специфики локации заходят разные гости, не находят в меню Цезарь или кальян и недоумевают, что взять. При этом проклятие некоторых рестораторов в адрес пешеходных зон как сборищ не самой платежеспособной публике в Данто. Не разделяют. Филатов говорит, что зона-зоня рознь, аудитория тут есть, намекая на соседство как с крупными отелями, так и Центробанком, Минздравом и Генпрокуратурой. Но, а на интуристах на чемпионате мира совладельцы отбили примерно пятую часть вложений в заведение, одного только пива выпивалась десятидневная норма в день, 200 л, так что Филатову и Ефремову пришлось самим стоять за стойкой, заодно уговаривая взмыленный персонал повременить с увольнением от усталости. В иные дни бывало и по 800 человек на 70 посадок. Такого в городе не ожидал никто, признается Филатов. Причем Ефремов уверяет, что драк в тот месяц не было. Автор, Александр Воронов, продюсер, Елена Кравцелун, фотограф, Валерий Белобеев.